Здравствуйте, гости и подписчики нашего канала. Я рада вас приветствовать. Сегодня тема моего расклада будет называться «Диагностика негатива». О чем дает сигнал ваше бессознательное? Я буду работать на колоде Таро Безумной Луны. Хочу вам немножко рассказать об этой замечательной колоде. Автор-разработчик колоды Безумной Луны Патрик Валенса. Он создавал образы 30 лет, собирая их, посещая различные странные места. Кладбище, заброшенные здания, психиатрические лечебницы. Делал фотографии, а затем создавал эту колоду. Впервые эта колода появилась в 2008 году. Также я могу сказать, что в первую очередь эта колода посвящена спутнику нашей планеты, Луна. Ее главная героиня властительница душ, дум. Луна-повелительница вод. Она отвечает за приливы и отливы. Распоряжается всеми жидкостями и соками на планете Земля. Колода посвящена Луне не только аллегорически, но и физически. Спутнику Земли Луне, которая воздействует на наше психическое и физическое здоровье. Здесь я сегодня буду работать с тремя вариантами. С тремя вариантами. И вы должны будете выбрать один из вариантов. Первый вариант. Второй вариант. Диагностика негатива, о чем дает сигнал ваше бессознательное. Загадываем варианты. Если кто-то не успевает, можно остановить видео. Также за индивидуальной консультацией вы можете обратиться ко мне по номеру, который будет находиться под данным видео. Вы можете мне писать смс вайбер, вайцап. Также у меня есть акция. Первый вариант. Вы очень зависите от материального благосостояния в данный момент. И у вас есть страхи и опасения. Что касается, было ли воздействие на сексуальную сферу. Здесь, скорее всего, есть воздействие на сексуальную сферу. И здесь есть первый вариант привязки. Вы от этого человека очень зависите. И также я могу сказать, что вы стараетесь все сделать для того, чтобы вы внешне выглядели и соответствовали этому человеку, который на вас воздействует. Дальше. Было ли воздействие на подавление вашей воли? Здесь я могу сказать, что вы сами человек достаточно свободолюбивый. Трудно воздействовать на подавление вашей воли. Было ли воздействие на чувство, то есть привязанность? Я могу сказать, что вас, конечно, связывает ребенок. Первый вариант, который есть. Здесь я могу сказать однозначно, что ваш союз держит ребенок, который есть между вами. То есть вас связывает ребенок. И, в общем-то, чувствами вы очень привязаны к ребенку. И вы мечетесь между тем, что вам хочется, и между тем, что вы должны делать, что вы обязаны делать в жизни. Дальше. Есть ли воздействие на творческий потенциал, на ментальное тело? Могу сказать, да. Вы часто впадаете в депрессивное состояние. Есть у вас такой момент, когда вы хотите расслабиться. И расслабляетесь вы именно, ну, можно так сказать, алкогольными напитками. Я здесь вижу так, что вы расслабляетесь алкогольными напитками. Так. Дальше. Если воздействуя на разум, ну, в общем, это, опять-таки, кабала воли. Кабала воли. Вам бывает очень тяжело. Могу сказать, опять-таки, это навязывание каких-то стереотипов жизненных. Какие-то такие поведенческие моменты. Вы не всегда правильно ведете себя. И вас стараются подавить. То есть вам навязывают свое мнение. Вы начинаете делать так, как от вас это требует. И для вас в итоге это очень тяжело. И, в общем-то, часто от того, что вы человек не свободный, а сами по себе свободолюбивый, но у вас есть вот это вот состояние, что вы находитесь постоянно как в тюрьме. Есть ли у вас отработка кармическая? Это проклятие рода или просто проклятие? Я могу сказать, что смею предположить, что все-таки в вашем роду были люди, которые не совсем могли знать норму в принятии алкогольных напитков. Смею предположить, что даже, возможно, именно в подпитии где-то вот как-то вы и знакомились со своими половинами и дальше продолжали с ними отношения и также вступали в союз. Также могу сказать, что по вашему роду есть некая такая безответственность все равно за своего партнера. И по итогу, можно ли снять с вас это воздействие? Можно ли вам помочь? Ну, я могу сказать, что здесь будет работа очень тяжелая, потому что у нас все-таки выпала двойка. Хотя при желании вам можно помочь. Вы понимаете, вы фигара там, фигара здесь. И, в общем-то, у вас есть материальная зацепка. Вам можно помочь, но вы для этого очень должны сами этого очень захотеть, чтобы вам помогли. Ну, думаю, на данный момент вас все устраивает. Это что касается первого варианта. Так, это первый вариант. Сейчас будем смотреть второй вариант. Здесь у нас выпадает рыцарь женсов, я так могу сказать. В этих отношениях, которые есть, кто-то везет, а кто-то едет. И вам это бывает очень тяжело, опять-таки. Вами часто пытаются манипулировать, воздействуют на ваше, как сказать, физическое тело. Да, возможно, даже, ну, опять-таки, есть какие-то такие привязки. Так, было ли воздействие на сексуальную сферу? Да, однозначно могу сказать, что было. Вас привязывают. Вас именно подтягивают, ну, подтягивают, привязывают на секс. Вами манипулируют через близкие отношения. Было ли воздействие на подсознание, на подавление вашей воли? На подавление вашей воли. Да. Эта карта тоже говорит о том, что это да. Вы, хотя и сопротивляетесь, но, тем не менее, вами постоянно манипулируют. Здесь тоже могу сказать однозначно да. И, скорее всего, вы часто спорите, вы часто очень ругаетесь. И после того, как вы миритесь, у вас бывает замечательный, прекрасный секс. И есть ли воздействие на чувства? Ну, здесь я могу сказать, что вы постоянно поворачиваетесь назад. Есть у вас такое вот состояние, когда вам все надоедает, и вы хотите уйти от всего. Часто вспоминаете, скорее всего, то время, когда вы были абсолютно свободным человеком, и вам было легко и просто. Но, знаете, я могу сказать, здесь, скорее всего, нет чувств, здесь есть страсть. Страсть именно безудержная. Вас влечет именно сексуально к этому человеку. Есть ли воздействие на творческий потенциал, на ментальное тело? Да, я могу сказать, что вы часто ничего не хотите делать, никуда не хотите идти. Есть у вас такое, что у вас опускаются руки, в общем-то. И если у вас такое даже, что вот вам надо что-то делать, а у вас нет сил на это, вы просто можете тупо, ну, лежать, играть в интернете, в компьютере, и вы, в общем-то, быстро очень устаете. Воздействие на разум, каббала воли. Да, каббала воли, ну, я могу так сказать, вам навязывают, опять-таки, то, чтобы вы были именно таким, каким вас хотят видеть. А вот, и, в общем-то, это каббала воли, вам навязывают те стереотипы, которые принято считать нормой в обществе. Так, и есть ли у вас родовое проклятие, кармические отработки? Любленные, вот я могу сказать однозначно, что здесь таких сильных нету воздействия, но у вас в роду могли люди, ваши близкие, по материнской, по отцовской линии, выходить замуж, жениться, потом разводиться. То есть, не один брак. Это все потому, что ваш был выбор неправильный. Понимаете, сначала вы вступаете в союз по страсти, а потом вы понимаете, что вы не то выбрали. Но здесь не столько воздействия, здесь нет родового проклятия. Здесь, скорее всего, неправильный выбор. Вот, вот то, что я вижу. Так, это у нас по второму варианту. Так, и по третьему варианту мы смотрим. Здесь у нас карта звезда выпала. Небесное светило. Это наши надежды, это наши мечты. Ну, я могу сказать, я здесь не вижу воздействия на физическое тело. Давайте посмотрим. То есть, в принципе, вы человек, который то, что хотите, то и выбираете по жизни, можно так сказать. Ну, в общем-то, у вас это неплохо получается. Есть ли какие-то воздействия на вас, на сексуальную сферу? Так, ну, я могу сказать, что вы сами по себе такой человек, который, в общем-то, не особо, ну, можно так сказать, есть у вас некая такая сексуальная распущенность. Ну, в общем-то, вы привыкли добиваться того, чего вы хотите. Вы привыкли быть яркой, красивой или красивым, хорошо одеваться, любите быть в центре внимания. И, в общем-то, можно сказать, что есть некая такая сексуальная распущенность. Было ли воздействие на подавление вашей воли кем-либо? Ну, могу так сказать, что вас очень сложно в чем-либо подавить, потому что вы человек очень свободолюбивый, но вы не всегда правильно выбираете сами свои дороги. Еще раз говорю, вы такой человек, которому тяжело навязать свое мнение. Воздействие на чувства выглядели. Нет, я здесь не вижу воздействия на чувства. Вы привыкли получать удовольствие. И, в общем-то, вы любите наслаждаться жизнью, радоваться, удивляться, путешествовать. В общем-то, здесь вот так вот. Воздействие на творческий потенциал, на ментальное тело. Опять-таки, могу сказать, что на вас очень сложно воздействовать, потому что вы бываете сами очень жестоким человеком. А здесь я вижу по третьему варианту человека достаточно свободолюбивого, достаточно решительного, но и, в общем-то, очень сильного, очень сами по себе очень мощный человек. Так, может ли кто-то либо воздействовать на ваш разум, каббала воли? Нет, здесь я могу так опять-таки сказать. Есть у вас какие-то внутренние страхи, внутренние беспокойства, несмотря на вашу такую внешнюю успешность? Вы все-таки очень боитесь одиночества. И подавить вашу волю, ну, если только вы сами будете неуверены в себе, будете находиться под давлением ваших собственных страхов. А вот, ну, в общем-то, возможно, вам, вы любите находиться на людях, потому что вы боитесь одиночества. Вы очень боитесь одиночества. Дальше. Если у вас воздействие на судьбу, это родовые проклятия или просто проклятие. Я могу так сказать, простите, здесь опять-таки так, как, что может быть по роду? Люди в вашем роду любят отдыхать, любят свободу. Люди очень эмоциональные. Могу сказать, что негативное воздействие, скорее всего, один из главных негативных факторов, это может быть пристрастие к излишним удовольствиям. А вот здесь я вижу, что вы можете злоупотреблять, опять-таки, алкоголем. Вы любите вкусно кушать, вы любите переедать. И, в общем-то, могу сказать, что вы такой человек свободолюбивый. Я не вижу, чтобы кто-то что-то на вас делал. Причины ваших бед вы сами. Хотя вам сигнализирует ваш мозг, ваше бессознательное, и вы можете часто видеть кошмарные сны, от которых можете просыпаться. А вот. Вас беспокоит, на самом деле, вы довольно-таки эгоистичный человек. Человек, который не привык что-либо отдавать, а вы привыкли только брать. И, по всей видимости, у вас также это было и в роду вашем. Это также это были, может быть, такие же эгоистичные ваши родственники. Вам нужно работать именно над собой. Именно наводить порядок внутри себя. Если вам понравился мой расклад, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Если вы хотите сделать какой-нибудь расклад по вашему желанию, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно сделаю этот расклад. Берегите себя. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok